Здравствуйте, дорогие друзья! Давайте попробуем сегодня актуальный и глубже, немножко сложнее урок сделаем. Итак, недельная глава Экев. У человека есть такая часть тела, которая связана с ангелом смерти, пишет Каббала. Это пятка. Когда Творец проклял змея, который соблазнил, я знаю, Адама их ел, он сказал, что «Посею ненависть между тобой и женщиной, и между твоим потомством и ее потомством, и будут они разить тебя в голову, а ты будешь разить их в пятку». Пятка – это вход, через который смерть может проникать в человека. Ну, это в духовном плане, надо правильно понимать. Вся вселенная подобна по своей структуре гигантскому человеку. В святой книге Заар человек назван маленькой вселенной, Алам Катанда. По своему строению он является уменьшенной копией всех миров. Как поясняет великий каббалист Аризаль, в человеке есть земля и небо. Диафрагма соответствует небосводу, протянутому над землей. Выше нее органы связаны с духовной жизнью, а ниже органы связаны с материальной стороной жизни. При этом каждый орган и каждая точка на теле человека является аналогом той или иной структуры Вселенной. Тайны строения человека, сотворенного в нижнем мире, отражают тайны высших миров. Кожа, которая покрывает человека сверху, соответствует пространству космоса. А там линии морщины на коже, подобные планетам и звездам на небосводе. По ним можно, как по звездам, узнать самые сокровенные тайны. Линии на ладонях и кончиков пальцев содержат такие же написанные сокровенные тайны, как звезды в безднах и космосах. Начальный период Вселенной соответствует голове. Нынешнее поколение называется чем? Поколением пятки. Предыдущие поколения были ближе всех к голове, а нынешнее, живущее в период, написано пятки-машиах, соотносится именно с пяткой. Так и называется. Период иквета-демишиах. Чтобы понять нынешнее поколение, нужно изучить пятку. И все, больше ничего не надо. В пятке сосредоточены нервные окончания, способные вызвать беспричинный, скажем так, дурацкий смех. Щекотка. Раздражение этих окончаний вызывает мимолетное и поверхностное ощущение, пишут мудрецы. Это удовольствие продолжается только мгновение, пока щекочет. Это не сама жизнь, а лишь минутное ощущение, вызванное поверхностным раздражением. Это поколение, отделенное от настоящей жизни. Это поколение, над которым полностью властвует ангел смерти. Поколение дурацкого смеха. Поколение пятки. Это было известно еще много лет назад. Вот такое оно, это поколение. Оно целиком сосредоточено на своих ощущениях, на погоне за удовольствиями. Оно даже не осознает, насколько нуждается в смысле, и поэтому постоянно требует новых ощущений. Еще более сильных, еще более острых. Люди, это все предсказано нашей Торой. В Торе сказано, что сотворил Бог человека по образу и по тобию. Это одна из глубоких тайн Торы. Что значит по образу сотворил? Имеется в виду, что Всевышний сотворил человека Творцом. Человеку дана вселенная, которую он должен доделать. Если он превращает себя в пассивное существо, которое просто питается уже существующим, он отбрасывает образ Бога и облачается за всем другой образом. А человек должен быть Творцом. Хаим Воложев приводит такое сравнение. Как тень от какого-то предмета точно повторяет его движение, так и Творец связывает изменения всех миров с делами человека на земле. Мы с вами маленьким шагом, который кажется, что мы можем? Мы можем поменять мир. В псалмах царя Давида говорится, Господь твоя тень. Вместе с ним человек запускает действие, что любым своим какими-то поступками, систему обратной связи. Каждый поступок, мысль приводит к определенным воздействиям в высших духовных мирах. А затем через сложнейшие передаточные механизмы, включающие там ангелов, космические объекты, все возвращается на землю в конечном счете к нам. И вот когда мы видим такой мир, в котором происходят войны, в котором творится какое-то такое, вообще уже даже не знаю, как это сказать, да мы должны понять, это последствия наших действий. Причем каждого из нас, и каждый, кто думает, что я, я ничего, он ошибается. Именно он что? Каждый из нас ответственен за то, что происходит. Основная область творчества для человека, тем творцом, которым мы должны быть, это изучение духовных предметов, это Тора, выполнение заповеди. В Торе нет ничего готового. Ее называют Тарат Хаим, это живая Тора. Ее называют еще и Эдс Хаим, дерево жизни. То есть, когда мы прикасаемся к Торию, каждый урок Торе, каждое слово Торе, она оживляет в нас что-то. В благословении после чтения Торы по свитку, мы говорим, что какое мы говорим? Благословен ты, Господь, который даровал нам Тору истины, и посадил нас саженец вершинной жизни. Вот этот саженец, из которого вырастает дерево жизни, мы можем сами себе посадить. А смерть пребывает там, где берут живую Тору и превращают в мертвую. Вот коротко о секретах пятки. Поэтому поймите, что даже когда говорится о каких-то таких простых вещах, как пятка, все равно в этом есть глубочайшие тайны. В Торе есть все. И мы с вами, осознавая, что живем в период поколения Машеха, тем не менее должны осознавать, что это поколение пятки. Это означает, что с одной стороны мы должны понимать, что мы приближаемся к концу времен, где нам предстоит еще многое увидеть, а с другой внимательно думать о том, что в этом поколении, именно в этом поколении, каждое наше действие должно быть 20 раз взвешено, потому что вернется оно к нам, вот тем, что происходит сегодня на земле. Но и выручить нас может то же самое. Мы сами, никто другой. И когда мы ждем, чтобы установились мир на земле, или там еще что-то, мы должны понимать, это не зависит от какого-то их-то президента, премьера-министра, это зависит лично от нас. От нас и от нашей пятки. Брахава и от слаха. Продолжение следует...